Нагдаун в первом раунде, мне кажется, тебя просто рукой снесло. Я даже не помню, куда, но я был в состоянии, я ему говорю, не было. Я даже хотел кипишнуть с этим судей. Но это в чемпионском бою нет. А как ты не ударила по эмоциональному состоянию этот нагдаун? Потому что хлопнокровный ты все равно принял, по-моему. Никак не ударил, просто, знаете, я говорю, что я хочу забрать каждый раунд. И в первом раунде нагдаун пропустить. Ну, как-то не так было. А не было некоторой такой, может, смуты в планах? Потому что Лендруш в этом бою был быстрее, чем обычно. Он двигался, и он тебя очень активно в первом раунде поджимал именно карат. Ну, я не знаю, братуха. Я с ним сейчас первый раз встречаюсь в бою. И я думаю, ну, я же победил. И какой бы он ни был, значит, сегодня мой день. А так Лендруш, Лендруш хороший, если честно. Вот еще раз хочу обратиться всем зрителям, которые, с моим болельщикам, которые пишут ему гадости. Не надо этого делать, будьте выше этого. Он хороший парень. Как бы скромный тоже. Ну, да, может, иногда там на камеру, там, может, газануть. Все это ради хайпа. Но все равно он не назвал команду United Russian Fighter. И туда-сюда, короче. Не надо писать плохие. Мы сейчас можем с ним выйти, пойти где-нибудь посидеть, покушать, понимаете? Все будет нормально. Сама тут просто секрет у фантастического держака. Потому что там даже 2-3 левые попадали в тебя. И как, не шатало даже, ничего. Нет, вы знаете, ничего не болит. Вот только вот что-то от затылок, я не знаю, как будто шишка у меня там. Вот я в первом, или во втором, не помню, вроде в первом раунде затылок пропустил. И, ну, так прямо отдало. Ну, ничего не попутал, там, все чувствовал, как бы. Не смутило, но просто удар в затылок сильно дает о себе. И что бы ты хотел сказать своим киргизским друзьям, те, кто смотрели за тобой, потому что пол-трибуны были точно, те, кто переживали очень. Всем спасибо, всем, вообще, всем, кто за меня болеет, кто пришел поддержать, всему моему киргизскому народу, всем спасибо. Этот поезд едет домой, в Кыргызстан. А машина едет моему отцу. Я сам, ну, я сам заберу его камлюху. Все-таки, знаешь, ну, я такой человек, который иметь лучше машину, чем у отца, я не могу. Если у него базара, ну, там был бы, да, там, Lexus 570 и BMW, я бы себя оставил, понимаешь. Все-таки BMW, это как сказать, молодежная машина. Сама, что с правой рукой, вот прям видно, что сильно разбито, в каком моменте... Да, левая рука. А, да, левая рука. В каком, слева, я говорю, в каком моменте и насколько сильно там сейчас болит чувство? Вот только сейчас чувствую, а в каком моменте, я не знаю, ну, это же кураж, мы болью не чувствуем. Я вижу соперника, мы работаем. Только сейчас начал болеть, кажется, как будто зуб там чей-то остался. Интересно, чей? Думаю, судьи. Самат, а вот и ты, и Лендруш 20 минут примерно стояли на лестницах перед тем, как начинался бой, и было видно, что там Мага Исмаилов кого-то вызывал, потом Анатолий долго вас объявлял. А не утомило вообще, не показалось, что слишком долго вы просто ждали, пока ваш бой начнется? Знаешь, да, утомило, да, я там тоже говорю, мы сюда что-то драться пошли, что там происходит вообще, понимаете? Ну, все равно и я, и Лендруш все равно же были в одинаковом положении. Хоть мы, если там час стояли бы, и он так же как бы ждал бы, и я тоже. Просто это как бы психологическое состояние, кто сильный, как бы психически, тот и выиграет. На момент остановки боя, как думаешь, на карточках, в чью пользу судьи там считали? В каком раунде? В четвертом же закончится? Я думаю, если первый раунд ему, то второй, третий и четвертый я уверенно забирал. Потому что, да, возможно, мои удары не так были видны, потому что я попадал, я прям чувствовал, как я вбивал ему в голову. Ну, сами знаете, как бы, я быстрый и, может, не сильно бью, но я больше попадал. И по карточкам 3-1 в мою пользу было. Я уже ловил кураж, я уже чувствовал, что Лендруш устает на немате. Я уже чувствовал, что его удары не такие сильные стали. И я начинал, как бы, наоборот набирать, набирать обороты. А вот этот вот нокаут, ну, хорошо, значит, пропустил. Я уже не знаю, что делать. Люди говорили, что если сама ты победит, то решением судьи. Но ты победил нокаутом. Можно ли сказать, что ты удивил всех, и в том числе самого себя? Самого себя я не удивил, знаешь. Вот, честно, я когда сюда первый раз в гран-при пришел, мне сказали, ты будешь в гран-при. Я сначала, вот, честно, я даже сначала не понимал, что будет. Я думал, что в каждом весе будет гран-при. А потом после первого боя сказали, вот, 66 до 90 килограмм, понимаете. А я весил 70 килограмм. Я думал, 20 килограмм, ничего себе, ладно. Я выбрал этот путь, и я буду драться. И я тогда себе поставил. Я уже в тот момент представлял, что вот я в финале выхожу. Я хотел на коне выйти, понимаете. Национальную, в одежде, на коне. Ну, вот, в последний момент хардкор меня коня не одобрило, так как там лестницы. И вот, как бы, то, что вы говорите насчет... Какой вопрос был? Смогли уделить публику, но и самого себя. А, самого себя, нет. Я, как бы, с самого начала поставил задачу выиграть. И вот, как бы, я выиграл. Может, в публику, да, уйдил, потому что... Все-таки, вот, согласитесь, вы, вот, верили... В кого верили больше? В Ленду, что же. Ну, по-любому, да, то, что он тяжелее меня, то, что он, как бы... У него опыта больше в боксе. Многие же меня не верили. И, ну, у меня было это как-то все равно. Самое главное, я, я и мой отец меня верят. Мои родные. Скажи, а вот у вас очень большая была разница в росте, и все обращали на нее внимание. Знаете ли это, что ты там весь лагерь спарринговал реально с парнями, кто там ростом был 170 примерно и такие коренастые? Сложно ли таких спарринг-партнеров находить? Нет. Честно скажу, у меня спарринг-партнеры не все были такие, не все. Вот даже скажу, вот 70% у меня были обычные соперники. Что насчет роста? Просто, как бы, знаете, я тоже не первый день в этом единоборстве. Я в боксе уже более 12 лет. И, как бы, это с опытом старался держать. Самат, расскажи про эпизод с нокаутом, потому что показалось, что ты по ходу боя его специально на себя вытягивал и в итоге поймал. Эпизод с нокаутом, да, в четвертом раунде в конце это прямо было, да, когда я с эстепом ушел правым. И вот честно скажу, раскрою вам тайну, почему я стойку поменял в левше, потому что у меня правая рука болит. Я хочу восстановить его сейчас. Еще с третьего боя в гран-при, вот я уже 4 боя, вот, как бы, руку к руку больной рукой бил. Она у меня так опухла, и поэтому я поменял стойку и бил левой рукой. Ну, теперь, походу, левой будет болеть. И вот этим же рукой я поймал его.